Всем привет-привет! С началом нового влога. У меня с утра уже начинается заготовка. Одну вот такую большую доску я уже тащила в морозилку. Это вторая у меня. Вот такая вот заготовочка. Еще остался фарш. Здесь у меня свинина и курица. Все вместе смешала. И с этого фарша сейчас я буду делать котлеты. Вот. Все это в морозилку. И как бы еда есть. Очень нам понравился принцип делать перцы вот так наполовинке. Разрезаю я. И в духовку заливаю сметану, вода и соус томатный. Получается очень вкусно. Дети так стали есть. До этого Матвей, например, он целый перец не ел. Ему не нравилось. А вот так очень вкусно. Рекомендую. Вот они получились котлеты. Сейчас я их тоже попробую в морозилку засунуть, чтобы они заморозились. Потому что сегодня у нас на ужин должен быть шашлык. И я тут нашла рецепт блины из кабачка. Вот перекрутила кабачок. Сюда два яйца, немножко муки, чуть-чуть молока. И попробуем сделать блины. Получаются вот такие вкусные блинчики. Они очень нежные. Я вот так их сразу скручиваю. Вот. Вот так вот, видите, жарю. Вкусно. Сейчас буду пить кофе. Туда можно рыбку завернуть. Они такие нежные получаются. Прикольно, что-то новое. Муки здесь прям чуть-чуть. Я добавила муки немножечко, молочка, три яйца. Получается неплохо. Вот. Девчонки, купила вот такие топпинги вместо варенья. Ну, потому что я люблю творог вечером вместо ужина. Если я пообедала хорошо. Вот эти очень вкусные. Я брала, у меня было с манго. Решила взять апельсиновый идет с клюквой и брусничный. И они идут сразу по два в упаковке. Вот. Так что мне надолго хватит. Во-первых, они без сахара. Вот. И прям вкусные. Они реально очень вкусные. Так что присмотритесь, кто на правильном питании. У нас тут покупка. Супруг мой поехал, купил тандыр. Он взял его небольшой. Вот сегодня будем пробовать делать шашлыки. Не знаю. Вот. Такая вот. Не знаю, что многим нравится. Короче, у нас уже, наверное, есть все, что можно было. Купить мы купили. Такая вот красота. Девчонки, я, как всегда, у вечного огня. Я картошку запекаю. В тандыре муж будет делать шашлык. Сейчас достала капусту. У меня есть огурцы наши еще остались. Последние помидоры. Сейчас достану, сделаю салат. К нам приехал рабочий. Ну, не рабочий, а фирма какая-то. В общем, там чистят нам септик раз в год. Его нужно обязательно чистить. Ну, и вот как раз время подошло. Год прошел. Вот. Так что, в общем, ой, все как обычно. У женщин, наверное, всегда одно и то же. Вода сейчас течет, потому что нужна специально вода. Сейчас септик там все вылили. Сейчас я помою капусточку. И сделаю салатик. В общем, тут все помыли. Все почистили. Видите, как будто бы новый. Да? Вот. Так что это обязательно нужно делать раз в год. Без этого никак. Я сделала себе реснички. Вот. У меня что-то это. У глаз немножко вот этот побаливает. И не знаю, девчонки, как проходят ваши выходные и мои выходные. Как всегда, что-то готовлю. Сейчас разогреваю суп и буду варить новый суп. И что хотела показать. Купила хлеб. Какой хлеб? Муку. Сейчас покажу. Такой хлеб. Взяла вот такую цельнозерновую муку. Попробую для хлеба. Вот. Дрожжи. Вот такие. Это самые лучшие дрожжи. Не знаю. У меня были, знаете, какие дрожжи. Сейчас покажу. Вот такие. Мне не очень понравились. В Дикси самая вкусная приправа для картофеля. Вот такая. Сейчас, девчонки, приправа очень дорого стоит. Взяла. Увидела в Манге вот такие специи. Восточная. Прованские травы. Томат. Базилик и чеснок. И для гулеша взяла вот такую тоже штучку. Так что сейчас буду выбирать. Хлеб какой-нибудь приготовлю. Вот. Цельнозерновой хлеб. Без тыквенных семечек мы сделаем. Вот. 500 грамм. Это очень много. Так. Сейчас посмотрим. Что-нибудь. Сейчас поищем. Выбрала я вот такой хлеб. Ставьте себе на паузу и списывайте. Вот, девчонки, я не знаю по граммовке. Вот два стакана. У меня я беру обычный стакан. 200 миллиграмм. Грамм. Вот. И делаю. Режим. У меня цельнозерновой хлеб. Вот так. Также у меня здесь засварился компот. Даня теперь с горлом. То Матвей был с горлом. И варится бульон. У меня говядина. Накрываю всегда. Вам говорила до 100 раз. А я сейчас хочу попить кофе. С кусочком сыра. Были у нас заморозки. Видите? Как побило листья. Выходные. Все буду обрезать. Вот. А смотри. Видишь, как листья от заморозков побило. Так что да. Пульт возьмем на машину. Пойдем с собаками прогуляемся. Так. А тут что? Эти вон тоже. Видите все. Пожухли. Все. Все это вырывать. Девчонки, у меня столько есть вам показать. И новые блески. И уходовые средства. Надо собраться с мыслями. И обязательно сделать видео. Потому что я каждый день, каждый вечер, точнее, когда приезжаю с работы, думаю, все. Сейчас я ужин отправлю в духовку. И сейчас пойду рассказывать девчонкам. Ну, все. Я приезжаю вечером без сил. Быстро ставлю ужин. Начинаю зевать. Вот я сейчас тоже сижу. У меня просто, знаете, дикая усталость. Я не знаю. Хотя я пью витамины. Да. И все. Как бы я принимаю все препараты. Но утром не могу проснуться. Просто вот хоть вот вставляю палки в глаза. И вечером прихожу. Все. Сил у меня уже нет никаких. Ни с кем разговаривать. Постараюсь завтра утром встать пораньше. Вам показать мои любимые уходовые средства, которые я повторила. И есть новинки, которые я купила. Все прям продукты вообще классные. И обязательно покажу вам завтра два блеска. Девчонки, я купила белорусские. Обалденные. Это блески, которые, знаете, не оставляют вот здесь никакую полосу. И они держатся очень долго. Хотя они, ну, не стойкие, не матовые. Прям вот суперские. Я надеюсь, что обязательно все получится. Вы, конечно, смотрите, продолжайте смотреть мой влог. И обязательно завтра все снимаю. Прям вот обещаю. Девчонки, я хотела вам показать еще одни покупки. Классные, которые я очень давно хотела. И, конечно же, я обратилась на сайт randvo.ru. Я очень часто там покупаю разные товары. И вы знаете, что там огромное количество акций. И, в общем, там даже за отзывы вам будет начисляться баллы. Так что обязательно покупайте на сайте randvo. Там очень часто проходят разные акции. Сейчас там скидки до 50%. И, конечно же, используйте мой промокод, который я вам оставлю внизу под видео. И у вас будет дополнительная скидка 10% от суммы 2500 рублей. Если вы покупаете свыше 2500, то есть у вас будет действовать моя дополнительная скидка, которая суммируется со всеми скидками и акциями. Короче, что я хотела. Мне нужен был парфюм. И мне нужен был парфюм, который я могла брать с собой. Потому что все миниатюрки, которые у меня были, я уже все их избрызгала, и у меня ничего не осталось. И так как я очень люблю разные ароматы, и вообще люблю вкусно и приятно пахнуть, в общем-то, я выбрала два аромата. Один аромат я взяла для себя, второй аромат я взяла для своего супруга. В общем-то, первый аромат, девчонки, я обожаю просто этот аромат. Если вы его еще не слышали, если вы еще вообще ничего не знаете, я прошу вас обратить на это внимание. Это вот такая миниатюрка. Здесь 8 миллилитров. Это Джо Малон. Джо Малон English Pair and Frazier. Это персик с ароматами цветочными. Это просто бомбический аромат, безумно приятный. Это знаете, вот я даже... Это очень вкусный, очень вкусный, вкусный, дорогой аромат, дорогих каких-то неимоверно вкуснючих цветов. Это просто что-то сногсшибательное. Я обожаю этот аромат. И когда он у меня попался в миниатюрке, я, кстати, о нем не знала. Заказала миниатюрки от Джо Малон, и мне попался этот аромат. Я влюбилась в него с первого пшика. И, конечно, я взяла себе вот такую вот миниатюрочку 8 миллилитров для того, чтобы брать ее с собой. Но это просто что-то космическое неимоверное. Просто, девчонки, обязательно присмотритесь. Джо Малон English Pair and Frazier. Вот ссылочки, конечно, обязательно тоже вам оставлю. И второй аромат, он вообще идет унисекс-аромат. Это тоже у нас такой аромат, который подходит и женщинам, и мужчинам. Но мне кажется, что больше он подойдет моему супругу. Я для него его и приобрела. Это Киллиан. Вот такой тоже 8 миллилитров. Киллиан. Это у нас Back to Black Aphrodisiac. Такой... Сейчас я немножко брызнусь. Это, знаете, он подойдет и мужчинам, и женщинам. Но мне кажется, он больше подойдет мужчине. Потому что он более такой... Ну, мне кажется, вот, понимаете, он на разной коже по-разному раскрывается. Он очень шлейфовый. То есть, его нужно совершенно немножко брызгаться. И не надо заливаться сверху донизу. Аромат дорогого, такого, знаете, делового мужчины в костюме, в дорогих очках, с дорогими часами. Вот. Так что этот аромат у меня отправляется к моему супругу. И, конечно же, сайт Рандеву всегда делает какие-то бонусы приятные. Какие-то подарочки кладут они. И они мне положили две миниатюрки таких, два аромата. У них сейчас, как бы, я так понимаю, что вот эта вот Ангелина, это ароматы, которые очень похожи на оригинальные версии разного парфюма. Я, если честно, не слушала. И давайте с вами послушаем. У меня аромат Силент Симфони. Или Симфони? Ой, вот это тоже очень вкусный, немножко кисленький, цветочный и приятный аромат. Ой, как вкусно пахнет. Как вкусно это все. Ну вот, вот такой. И второй аромат тоже Ангелина Вуди Хайку. Что это? Посмотрим. Это такой... Сейчас. Это аромат сирени для меня. Очень приятный. Цветочный, цветочный, прям вот сирень. Так что, девчонки, еще раз напоминаю, для того, чтобы сделать себя красивой, там и косметика на этом сайте, и парфюм, и уход за волосами, за лицом. В общем, вся-вся косметика. Обязательно переходите по ссылочке. Не забывайте использовать мой промокод, и будет вам счастье. Девчонки, как и обещала, включаюсь. И хочу вам показать, пока буду сейчас наносить свой утренний уход, пока у меня еще все спят. Вы знаете, как я сильно люблю косметику Виши или Ля Рош Пазе, потому что для меня это работающие средства, которые мне реально помогают. В уходе за лицом, которые реально борются с теми проблемами, которые описаны на продукте, и реально я вижу результат. Ну, вот эту тонечку я уже давно купила, вам показывала. Сейчас буду как раз-таки быстро ее протираться. Какой-то прыщный у меня тут вскочил, не очень приятный. Так. Вы знаете, мне настолько нравится эта косметика, девчонки, я не знаю. Я вот уже, получается, Виши пользуюсь больше года. У меня был перерыв небольшой, я обратно вернулась к Виши. И Ля Рош Пазе, я очень люблю тоже эту косметику. Тем более, сейчас у них вышла серия новая для борьбы с моей проблемой. И я безумно счастлива, что я приобрела эти средства. Давайте начнем с Виши. Я очень люблю все сыворотки от Виши. Я взяла себе вот такую, лифт-актив. Это сыворотка, которая идет с серумом. И она предназначена для борьбы с несовершенствами кожи. Вот. Вот так она выглядит. У нее срок годности 12 месяцев. Классная. Я ей пользуюсь. И в тандеме с ней я взяла себе, опять повторила, вот такой ночной крем от Виши. Лифт-актив. Он идет ночной с ретинолом. Он борется с несовершенствами кожи, с осветлением кожи, с борьбой, с пигментацией. И с уже как бы возрастной кожей. Но все-таки мне уже скоро будет 40. Через месяц практически. Вот. И эти мои два любимых средства, которыми я просто безумно довольна, что они у меня есть, я с удовольствием ими пользуюсь. Следующие, девчонки, что я взяла, это La Roche-Posay. У La Roche-Posay вышла целая серия средств борьбы с пигментацией. Ну, понятное дело, что они не уберут вам ее, да, активную фазу, но они преднамерены ее поддерживать, да, чтобы она не появлялась, чтобы она осветлялась и так далее. Так, первое, это умывалка. Серия эта называется Mela B3. Вот такая вот. Это очищающий гель-пилинг против пигментации. Я умываюсь им утром. Сейчас у меня закончится умывалка от Виши, которую я умываюсь вечером, и вот это средство перейдет в душ. Следующее средство, которым я пользуюсь, это вот такая сыворотка. То есть, девчонки, сыворотки я чередую. То есть, например, утром я делаю эту сыворотку, вечером я делаю Виши вместе с кремом, чтобы как бы эти продукты вместе работали. Вот такая сыворотка, она тоже, это идет серым. Он вот такой, я как раз его утром им пользуюсь. Мне очень нравится, это прям, знаете, то, что я люблю. Во-первых, отдушка обалденная, во-вторых, качество продукта классное. Ну, я фанат. Я рош-позе и Виши, вот правда. Все средства, которые у меня были, солнцезащитки, это все просто, ну, прям классно. Это реально работающие средства. Вот, сыворотка. И следующее, что я пользуюсь, чем я пользуюсь каждый день, это крем, дневной крем. Вот такой идет с SPF 30. Во-первых, имеет носик. Сейчас покажу вам. Вот так, очень удобно его наносить. То есть вы не касаетесь продукта. Он вот тоже получается от пигментации. Так что, девчонки, я прям закупилась. Ссылку обязательно вам оставлю и под видео, и ссылочку оставлю в Телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь на Телеграм-канал. Вот. В общем-то, средства классные. Для девочек 35-30+, я очень рекомендую, как бы, обратиться именно к этим средствам, потому что они реально крутые. Прям вот, девочки, берите по своему типу кожи, у кого какие проблемы, и поверьте, это работающие средства, которые вам действительно помогут. Вот. И у меня крем под глаза уже все, конец ему, скоро наступает. Буду заказывать новый от Lyft Active. Могу сказать, что мимических морщин у меня стало, девчонки, меньше. Вот так. Я очень довольна и вам рекомендую. Я в зале. У меня была неделю. Как вы говорите. Вот так что сейчас быстренько собираюсь и бегу. На тренировочку бегу, потому что без этого, девчонки, никак все. Я тут это расслабилась немножко, пару дней. Теперь буду приводить себя в чувства. Потому что расслабляться вообще никак нельзя. Так что придется вновь зашить рот и следовать четкому графику. Так что это, знаете, постоянные качели. Так, сейчас покажу сегодня. Девчонки, как и обещала, я вам показываю два классного блеска, которые мне очень понравились. Я не знаю, конечно, многие, может быть, скажут, что это полная фигня, но мне безумно понравились эти два блеска. Это люкс-визаж. Блеск для губ с эффектом объема. У меня 503-й оттенок ньют роуз. И у меня 502-й оттенок крем-пич персик. Вы знаете, что я могу сказать? Чем, во-первых, они мне понравились? Тем, что эти блески не оставляют полоску. То есть они не собираются на губах. Это первое. Второе. Лично у меня они очень хорошо держатся. Ну и в-третьих, есть такое тут небольшое, видите, как бы такие блесточки чуть-чуть. И это смотрится очень красиво. Сейчас я накрашиваю. У меня на губах сейчас персик. Он вот так красиво смотрится. Очень, девчонки, красиво смотрится. Прям вот потрясающе. Я вам прям рекомендую. Кто еще не приобрел, приобретите, попробуйте. Он не сильно липкий. То есть я бы не сказала, что, знаете, есть блески липкие-липкие. Он не сильно липкий. Но смотрится он просто... Великолепно. Смотрите, что я купила на ВБ. Нашла турецкое вот такое средство. Оно идет, это витамин С. Порошок, как типа чай. Вот такой порошок. Но его написано на 100 миллилитров. Но на 100 миллилитров он получается очень сладкий. Вот прям на 200 миллилитров. Прям классно. Короче, в сезон простуд. Тут написано можно пить. Его можно делать как холодным, так и горячим напитком. Вот. Достаточно прикольно. Да? Вкусненько. Вот. Получается. Будем пить. У меня огромное количество белых носок. И, соответственно, сейчас я буду их замачивать. У меня вот такое средство. Купила я его на маркетплейсах. Ну, я думаю. У меня он уже был. Мне очень нравилось. Раньше было сотрудничество. Сейчас сотрудничества нет. Но я продолжаю покупать. И вот так сейчас сюда погружу. Горячая вода. Все наши белые носки. Вообще, не знаю, девчонки. Вы знаете, носки вот такое ощущение, что они одноразовые какие-то становятся. Вот честное слово. Раз поносила, они сразу закатываются. Очень сложно отстирываются. Не пойму. Вот. Все. Оставила. Пусть теперь это все замачивается. Барбулирует. Мне кажется, надо еще добавить. Чуть-чуть. Пусть. Все это дело. Сейчас еще кипяточку подалили. У меня сейчас завтрак-обед. Просто я утром перед тренировкой съела только творожок. Маленькую баночку. Все сделала овсяно-блин с ветчиной, с вялеными помидорами и с сыром. Уже половинку съела. Короче, доедаю. Сегодня я обстригла все гортензии. Все, девчонки. Вот. Осталось вот эти вот палки состричь. Утром был дождь. Ветер уже прям какой-то холодный. И удобрения сегодня мы разбросили. Разбросали вот здесь вот. Надо было еще купить. Ну, что-то это надо съездить. В общем-то, осень приходит. Убрала я вот эти вот шторы. Был дождь. Вот эти штуки тоже высохнут. Завтра, наверное, будем снимать. Потому что, ну, как бы уже все. Надо все это дело сворачивать. А то ветер, боюсь, все порвет. Пойдем с собаками гулять. У меня еще один заболел. У меня температуры нет. Кашель, сопли. Детей отправили к бабушке. Потому что они тоже только болели. Мы вышли подышать. С собаками погулять. Да? Садитесь на улицу. Да, очистите. В общем-то, вот. Осень-осень. Но сегодня так все нормально. Всю ночь шел дождь. Утром был дождь. А сейчас ничего. Но ветер очень сильный. И такой не очень-то приятный. Видите, какой ветер. Спрашивали по поводу гортензии. Гортензии прижились. Смотрите, какие у них хорошие корешки. Я не вытаскиваю. Я их сейчас на зиму посажу сюда. Я надеюсь, что они приживутся. И все будет с ними хорошо. Но если они приживутся, значит, ну, что теперь? Значит, им не повезло. Вот это, видите, у нее слабая корневая система. Вот она может не прижиться. Но всех отправляю сюда, на зимовку. Потому что сейчас как раз погода нормальная. Жара уже закончилась. И погода хорошая. То дождик, то солнышко пока нормально. Вот видите, этот. Это хорошее. И у меня... Это все, да, стаканчики? Да. И у меня получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Посмотрим потом, что будет с ними. Весной. Весной. Давайте. Продолжение следует... Продолжение следует...